теперь у нас по списку германия пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе если там и есть гражданские очень надеюсь что они будут держаться подальше видимо раньше здесь здесь были изгоя теперь контейнер составом окей но все это мало нововведений на первый час ты не надо так делать ребята это плохо я 500 рублей отдал за это дело я покупал я не качал надеюсь что после того как обучение закончится все пойдет своим чередом и будет круто обучение скоро должна закончиться говорит рейнджер мы к северу от места крушения это пошел ты вон не насрать понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм один можете начинать атаку если но нету можно бежать вперед как дебил синий день он классом вот так факт вместо крушения прямо по курсу они могут оказать сопротивление мы даже не знаем сколько луна было на борту может быть сюда сразу захватить так штурмовик пойдет первым все совсем плохо . . покажи мне суть . . . кто то такое кто такой . . . для того чтобы штурмовать поэтому будем надеяться то что он промажет ok промазал пробовал вынести правда это без шансов а стоит один рядышком ну пока обращайся с головой чувак как и не повезло так это будет рывок а может быть с я смотрю как мне лучше подбежать сюда чтобы на следующем ходе сразу скажите сколько клеток он может пройти 1 2 3 4 5 6 7 если здесь пойдет то здесь клеток раз два три 4 5 он не сможет отбежать сюда на как можно ближе подойти попробую я к стеночке прибиться а кеми другим вынести этого козла не видит вот там подбежать бирже это будет рывок что-то как-то маловато здесь сейчас уже 50 еще покинь щит родригес вся надежда на тебя браток браток не подведи браток жги давай 59 процентов давай пусть теория вероятность будет на моей стороне окей а я подумал сначала то что состав уменьшать со временем но нет это просто обратный отсчет до взрыва а на самом деле здесь все окей так надо стать у дальнего конца так а просто а это просто обратный отсчет то есть сделать пойти сюда или сюда этом лучше сюда сейчас могу быть из фланга на корабле не царапины похоже отдельные элементы защищает энергетический барьер надо найти в нем брешь ну типа вот сюда заходишь и типа ты крут нереально вот здесь брешь есть это считается считается большая дырка за брешь а то факт неожиданно вот так эти козлы обошли решили обойти меня да вот же козлы они меня уничтожат так что пойду сюда и стану боеготовность это скотина объявится то я не жить и тебя тоже боеготовность на всякий случай решили поцеловаться надеюсь состав из меня не взорвется пока я смысле его не увидел если что поражает то что у них есть уже плазмопистолет так понял где факт а это штурмовик он сохранимся опять создав создав скриншот блин это рывок был я в жопе сейчас разберемся с ним и вы познакомитесь поближе чушь делать то он встану сюда выкрутим блин попробую пойти тоже французы у меня часто приходуют придется перезагружаться окей там осторожнее друг друга не изнасилуйте так красавчик я труп еще шлицгой меня вынеси смотрите да все пока и кто-то в панике потрясающе да 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 бла 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 где мы быстро сохранение поехали назад конечно же они так хорошо встали я думаю что изгой не будет ахереть и изгой здесь это просто я одна очень надеюсь то что сюжетная линия она хотя бы другая если нет я не буду проходить это это бессмысленно это просто тупо я не хочу ради каких-то там новых нововведений которые могли модифик моды модами или патчами поставить хернёй заниматься серьезно это же просто привет проходить заново ту же самую игру ща в прикол мне этим заниматься крушение прямо по курсу они могут оказать сопротивление пойду сюда же не знаем сколько сюда как было на борту на корабле не царапины похоже отдельные элементы защищает энергетический барьер надо найти в нем брешь он выдержал такой удар на такой скорости материалы из которых сделан корпус на порядок превосходит любые известные нам сплавы пошли вон он до сих пор не может его увидеть существо целиком состоит из энергии эти данные я представить могла что такое бывает так ну что здесь опасно быть с ним пойдем сюда познакомитесь поближе да меткость дерьмовая я не могу стать бою готовность почему а да снайпер же твою мать огонь меня спрячет конечно же так закуда могут достать выстрелом надо еще узнать дети козлы находятся маленькие все рывок рывок блин некуда идти попробую сюда но это бесполезно ух ты ни хераси птица пролетела ну давайте быстрее а господи мама могут не побыстрее ходить отлично сейчас родыгеса по имеют вау о бред какой а я так и знал что туда не стоит идти да конечно надо надо их обходить теперь я не хочу в это дерьмо играть снова опять же то же самое да сколько да не охерели что я потому что вообще будет новая компания или продолжение старый нет все то же самое состав пили просто охереть модификации генетически засути в жопу себе генетически модификации охереть просто это чё такое-то они серьезно решили все то же самое засунуть добавить несколько нововведений что ли за 500 рублей могут оказать сопротивление мы даже не знаем с пипец так врубаем стрельбу на бегу идем сюда и уничтожаем этого камню к выдержал такой удар на такой скорости на порядок превосходят любые известные нам спланы ну ахереть теперь это существо целиком состоит из энергии эти данные я представила что такое бывает и самый косой стрелок из дробовика который когда-либо видел своей жизнью и вы познакомитесь поближе с 5 метков 55 критический 2 естественно лучше в голову сделаю понял да как стрелять надо вонючие владелец дробовика сейчас меня эти два маленьких козла не завалят ты их затракаешь выкуривать ведь ну ладно хоть сейчас не убили уже плюс так где вы там не знаю где вы там поэтому я выстрелю на удачу пока двоих сразу охереть задание выполнено что он там делает мол ноготь сломала что ли смотрит на руки свои нет нет серьезно если после обучения все будет то же самое я не буду играть я дойду до первой сюжетной миссии и если будет все то же самое я перестаю играть серьезно вы это поймете по заголовку видео скорее всего ну так это бред какой-то если все то же самое нахера мне в этим заниматься-то присвоен класс штурмовик ахереть штурмовиков до жопы теперь будет сенцовый дождь графическая метка при стрельбе по игре и огне на подавление увеличивать меткость союзников из первых действий обычно выставить основного оружия не заканчивается да лучше это рад вас видеть я хотел бы поговорить с вами о наших перехватчиках очень важно чтобы несколько машин постоянно находились в боевой готовности и ждали появления пришельцев в боях с чужими возможно потери должен отметить что даже целая эскадрилья перехватчиков не поможет если не знать где находится враг чтобы мы смогли видеть пришельцев в любой точке планеты придется расширить спутниковое покрытие если вам понадобится больше спутников просто загляните к нам в инженерный отдел доброго вам дня пошел ты в задницу вот тебе мой ответ база данных иском задерживаться в игре бла 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 все я наконец-то могу играть я наконец-то могу играть здесь еще есть немного места но если нам понадобятся большие помещения придется углубить нижние уровни базы к сожалению чем глубже мы уходим тем дороже стоит строительство да 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 я знаю так оружие техника что есть спутник сотню стоит ни хера себе так я сначала переведу тогда где ангар так нужно перевести один вот тебя каждый раз вы можете ставить на выбранный корабль то вооружение которое лучше подходит под ваши нужды да пошел ты дать мне перевести его отсюда вы можете управлять перехватчиками отправляйте их в любые регионы где есть спутниковое покрытие если расположить воздушный флот на разных континентах нам будет гораздо проще да я знаю так создать дугомет теперь доктор вален мечтает получить такую же тварь, но целую и по возможности живую ну 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 серьезно за что я дал 500 рублей серьезно я думал что это будет новая игра а это просто нововведения какие то то что люди придумывают патчами может я что-то не всосал сейчас What the fuck? Серьезно? Дугомет, окей. Надо перемотать, наверное, все-таки. Лаборатория. Да-да-да, я знаю. Да-да-да, молодец, молодец. Так, можешь все-таки создать один спутник. А я создам один спутник, наплевать. Модули спутниковой связи загружены до претела. Нужно скорее построить дополнительные модули, чтобы можно было запускать новые спутники. Согласен. Котлован сколько стоит? 5-10 долларов, окей. Надо еще вниз спуститься будет. Ладно, делать нечего. Надо сохраниться и продолжить дальше. Обнаруживать цели. Так, а где тут, собственно говоря, сохранение плот? Сохранить. Все верно, да? А, да, да, нет. Все, все верно. Обнаружим цели. Заодно и дугомет-изолятор построится. Да, я знаю, дугомет. Это можно не смертельное личное оружие. Я все это читал в оригинале. Мне не придет это заново читать. Вы уж, конечно, меня извините. О, в основном, здесь стало что-то интересное. Захватчики разбросали контейнеры с этой странной субстанции в населенных районах. Вероятно, в качестве эксперимента. Возможно, субстанция является каким-то видом оружия. А дальнейший анализ может пролить свет на потенциальную опасность и возможность применения. Мы знаем, что технологии пришельцев ничтожно мало. Впрочем, это же сейчас понятно. Лучевое оружие. Все это потом. А в восстановлении состава другое дело. Пожалуй, я соглашусь с вами. Тема эта важная и интересная. Мы начнем работу уже сегодня. Изолятор строится, окей. Я это тоже видел. Типа, окей, изолятор на верхнем уровне базы. Как это просто логично. Изолятор для пришельцев готов. Так, нет, подождите, я надо... Надо, наверное, было все-таки туда сходить. Или мне ничего не скажут. Ладно, обучение закончилось. Я очень надеюсь, что будет что-нибудь новое. А, вот этого ролика не было. Что это было? Это... потрясающе. Кристаллическая структура вещества в контейнере это суспензия, содержащая миллиарды кристаллических наномеханизмов, каждый из которых состоит из органических и механических компонентов. Анализ, проведенный учеными моего отдела, показал, что эти микроскопические роботы способны осуществлять сборку механических устройств. Дальнейшее изучение с применением некоторых спецсредств возможно позволит нам создать киберкостюм, совместимый с человеческим организмом. Мой отдел более всего заинтересован в создании самой субстанции, которая адаптирует элементы пришельцев к нашей генетической структуре, используя наночастицы в качестве катализаторов инопланетного материала. Командиру придется решать, в каком направлении работать. Согласны ли вы с моей позицией? Учитывая назначение наночастиц, можно сделать вывод, что они позволяют сочетать органические материалы друг с другом и с механизмами, поэтому мы с полным правом дали название... состав. Какой эпик! Ну то есть, можно будет либо делать роботов, либо делать мутантов. Окей. Вот это что-то новое. Ладно, уже плюс. Начнем новые исследования тогда. Че тупить-то? Ну, постройка лаборатории кибернетики, лаборатории генетики, новый предмет МЭК-1 и хранитель. В лаборатории генетики доступна модификация гиперактивные зрачки. В лаборатории генетики доступна модификация пространственное зрение. В лаборатории генетики доступна модификация адаптивный костный мозг. Мне сюда надо будет построить, да? Постановлено еще 40 состава. Самая заметная особенность этого потрясающего материала его универсальность. Уже на ранних стадиях испытаний мы смогли разработать методы, позволяющие напрямую манипулировать составом и его физиохимическими свойствами. Мне удалось найти в архивах низко... отцензурированных упоминаний о материале с подобными свойствами, относящихся еще к 60-м годам прошлого века. Но большая часть информации, скорее всего, утеряна. Как бы то ни было, наши успехи открывают широкие перспективы в области как геново, так и гибернетического модифицирования. Но нам потребуется соответствующей лаборатории. Подумаю, поскольку причастники знают состав гораздо лучше нас, а они наверняка используют боевые технологии, полностью раскрывающие его возможности. В лаборатории генетики здесь мы можем производить механизированные эксоскелетные киберкостюмы и модифицировать бойцов, чтобы те могли их носить. Что касается аналогичных зданий, эта постройка улучшает работу так же, как и мастерская. Нажмите соответствующую кнопку в инженерном деле, чтобы построить это здание. Лаборатория генетики. Эта пристройка к научной лаборатории поможет нам генетически модифицировать наших бойцов. Что касается аналогичных зданий, она улучшает работу так же, как обычная лаборатория. Адаптивный костный мозг. Временно лечение снижается на 66%, складывается с эффектом улучшения целительного йода. Солдат восстанавливает по 2 очка здоровья за ход, пока не будет достигнут максимальный уровень ОЗ без брони. Пространственное зрение. Занятие господствующей высоты дополнительно дает плюс 5 к меткости, плюс 5 проценту шансов критического поводения. Гиперактивные зрачки дают плюс 10 к меткости к любому выстрелу после промаха. Кинетический модуль. Мощное усиление руки, позволяющие разносить вдребезги и укрытия и врагов, так же улучшает мобильность. Или огнемет. Позволяет мэг уничтожать все в секторе поражения. Огонь может распространяться из-за предела этого сектора. Здесь больше ничего нету? Пришельцы используют материалы, которые легче и прочнее земных аналогов. Мы, пожалуй, можем улучшить защитные костюмы наших бойцов. Окей. Навигационный компьютер. Борт на компьютере пришельцев еще один нужен. Ну, допустим, материал прицеп. У этой технологии большой потенциал. Если найдем что-нибудь интересное, я вам скажу. Так, создать дугомет, поймать живого пришельца. А я еще не создал дугомет? Окей. What the fuck? Где дугомет? Давай один. Так, постройки. Снести. Можно. Потрясающе. Сейчас буду сносить. Ебтой. Так, что мне нужно? Лаборатория кибернетики, лаборатория генетики. Три энергии требуется. Где тут термогенератор можно поставить? Генераторы нужно будет. Поставлю их здесь тогда. Потом. Чтобы они вместе стояли. Так, окей. Кибернетики или генетики? А давайте пойдем грубой силой. Попробуем кибернетику. Кибернетику. Вкачать первый. В 20 паров ежемесячно обходится все это дело. Надо еще построить лифт. И вырыть котлован. Воу. Слишком много всего. Скоро конец месяца? Скоро. Так. Оперативный штаб здесь? Нет, не здесь. Казармия. Никто не прокачан? Нет? В смысле все прокачаны? Нет? Вот. Еще школа офицеров есть. Можно же улучшить размер отряда. Должен быть только один сержант. Хотя бы сержант. О боже мой. Люди, которых невозможно спасти. Медаль защитника. Прежде чем выдать эту медаль бойцу, на нее нужно назначить способность. Ну, типа медаль защитника, назначить способность. Никогда не паникует, если ранят или убьют союзника. Медпакеты восстанавливающие туман вылечивают на 2 ОЗ больше. Окей. Там много лучше. Выдавать медаль пока что не буду. Тогда центр управления больше некуда идти. Запрос кодозра, что Нигерия спутник. Награда 200. Дней на выполнение 20. Хм. Окей. Я им потом его вышлю. В итоге получу 100 параграфов на халяву. Когда мне придет следующая деньга. Материал пришельцев. Ладно. Здесь нет никаких приоритетов. Комплект нано-брони появился. Я это все читал, по-моему. Не важно. Да-да-да. Нано-броня. Надо-на-да-на-да. Нано-броню. Быстрый проект. Ну, давайте. Труп сектоида у нас есть. Труп сектоиды. Труп сектоидов дало несколько интересных результатов. Этот вид инопланетян мы называем сектоидами. Из-за необычной структуры их внутренних органов. Похоже, сектоиды подверглись значительным генетическим изменениям. Кстати, во время полевых наблюдений мы узнали, что этот вид, судя по всему, обладает некоторыми телепатическими способностями. Да, прикинь, чувиха, я не знал. Вообще. Погнали дальше. Бабу. Окей, наконец-то. Вроне тяжелого пехота солдат. По-моему, это как раз-таки то, что в DLC есть. Это как раз-таки DLC, по-моему. Или нет? Паника. Но здесь паника побольше, поэтому... Наплевать, пойдем сюда. Меня, меня честно, наплевать. Так, у нас есть штурмовик. Два штурмовика. Не надо нам два штурмовика. Так. Классан. Вали отсюда. Где поддержка? Вот, где твоя сестра? Позови сюда свою сестру. Больше же мне нечего менять, да, им? Нечего давать. Не, ну, может быть, есть... Что-нибудь, просто я не видел. А, точно, дугомет. Нет, ну не снайпер же будет этим заниматься, да? Вон, один... Тогда у нас ни у кого не будет гранаты, да? Пистолет, бронежилет. Все окей, на месте. Нет, есть граната. Что надо теперь распределить снаряжение? Забрать оружие, броню и другие предметы у всех солдат, не идущих на данное задание. Наконец-то! Большое спасибо, что это сделали. Ну, блин, это можно было сделать при помощи патча, а не при помощи аддона. А то я задолбался снимать броню с других и надевать ее на этих. Прям как Робин Гуд среди своих. Только броню снимаю, а не деньги отнимаю. Я надеюсь, хотя бы карты, а не новые, добавили. Чтоб хоть какой-то плюс был. Штурм-1, готовимся к высадке. Да-да-да, начинай операцию. Следующая операция пройдет в Японии. Пришельцы штурмуют сразу несколько крупных городов. Надо срочно вмешаться, иначе регион погрузится в хаос. Дэй-2, зачем мне твое объявление? А, зачем? Ни хера себе. Новая анимация. Смотрите, как прогружались деревья. Это было просто потрясающе. What the fuck? Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Окей. Я боюсь заходить туда. По-любому там как-нибудь говно. О-о-о, шаля-щей. Кто-то там в шаля-щей похоже. В шаля-щей. О-о-о. Далеко не буду бежать. Так, значит, Дог-Итр пойдет помогать. Покажи всем, что ты можешь. What the fuck? Как не раздражает то, что не перемещает меня за... Так, а может сюда? Но я все равно ничего сделать не смогу. Стрелять-то не получится. Так, ладно. Пойду сюда. Кину гранату одному. Привет! Пошла в жопу. Засуй свои желания себе куда подальше. Мне абсолютно плевать на то, что ты хочешь. Привет. Так, а у кого из нас захват-то? Так, понял. Твою мать. Ладно, попробуем обойти его. Только если он здесь, если я здесь... Я, блин, не знаю, придется рисковать с собой. Сохранимся, сделаем скриншот одновременно. Так. Куда же встать-то? Ладно, встану сюда. Встану к мотору. Конечно, рисковал, здесь кто-то мог быть, но все же. Так-с. Стану в оборону сейчас. В качестве приманки. Да, кто-то побежит хватать это дерьмо. Но это будет рывок. Но здесь укрытие. Так, посмотрю, кто здесь есть. В группе там мутоны какие-нибудь. Ага, сосать! А, они ушли, окей. Тогда вообще без проблем. Что-то встанет. What the fuck? Какой поворот? Он сверху встанет. А вот же говнюк, а? Так-с. Надо входить внутрь. Надеюсь, там нет окон, который могут прострелить, да? Встанет. What the fuck? Куда он бежал? Я хотел его захватить. Вот же дерьмо. Так. Снайперу вообще надо было пойти наверх. Я не увидел, откуда... А, все, вижу, вот оттуда идет. Снайпер, можешь как-нибудь наверх попасть? А, вижу тебя, тварь. Привет. Как дела? Как сам? Ну, чтоб сработало глушение только. Все, насколько я помню, у одного хватает на исследование. Так-с. Надо еще прикрыть, наверное, все-таки. Так-с. Блин, серьезно? Ему надо сделать рывок, чтобы попасть сюда? А, нет. Кто-нибудь здесь есть? Привет. Пока. Попади. О, да, сдох. Ха-ха, обломись, говнюк. Так-с. Я не могу забрать, да? Естественно, стоя вот здесь вот. Ладно. Тогда встанем здесь. Я могу в него попасть, каким образом? А, окей. Ну, пробуем, я все равно в укрытие стою. Привет! Кусок. Он настолько разъерен, что, мол, убежал, мол, не, в жопу я побегу отсюда. Что ты делаешь? Успокойся. Что с вами не так? Тихо. Что, дурак, что ли? Смотри, 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 сейчас вылетит птичка. Так. Можно пойти вперед. А, нет, там же... Там же жопа. Так, тогда пойду им вперед. Он будет все равно в полном укрытии. Когда я говорю полное укрытие, я имею в виду полное укрытие. Так, что же делать теперь? Боеготовность. Так, а ты пойдешь... Так, если станет... Ну, блин, я даже не знаю. Куда убежал тот засранец? Где он, шеф? Надеюсь, он не сможет меня пробить. Пробить мне присуху. Надо состав захватить. Что-то как-то все слишком тихо. И это пугает. Ага. Нашел еще двое. Нихера себе, какая карта большая. Я подумал, что это здание примыкает к стене. Ну, ладно. Такс. Хм. Можно пойти наверх? Можно. Так, ты пойдешь наверх сюда. Попробуй их вынести сверху. Ты же гребаный снайпер! Правда, тебе далеко до них бежать, но да ладно. Так. Родригес попадет сбоку. Хотя стоять. Тут же еще где-то один говнюк был. Так, получится, что я рядом с ним окажусь. Будет вообще не весело. Рискнуть или нет? Нет, не буду рисковать. Пойду сюда. Так. Так. Хорошо. Классом. Станет боиготовность. Я забыл запустить. Огонь после бега. Они внутри. Это жопа. Ха-ха. Мародеры сраные. What the fuck? Четыре хода. Успею. Так. Куда этот хер убежал? Маленький вонючий хер. Куда ты делся, ублюдок? Его нету. Он смылся. Вот же ублюдок. Фак. Как-то не особо прочное укрытие здесь теперь. Ладно. Конечно, она стрелять не сможет. Она хоть их будет видеть. Я очень на это надеюсь. Блин, куда бы сюда встать или сюда встать? Типа дура, она сказала. Окей. Ага, можно спуститься вниз. Тогда я их точно замечу. Видели, я просто стоял, здесь не было вот этих значков. What the fuck? Их три? Их три? Че за дерьмо? Попробую. Дерь, открывай. Десять процентов. Десять процентов. Бесполезно. Боеготовность встать? Или в глухую оборону? Или в стрельбу набегу? А, сделаю стрельбу набегу. Зайду внутрь. Вот сюда встану. И включу боеготовность. А может, смогу кого-то попасть? Нет, лучше боеготовность. Ага, вижу сразу. What the fuck? Ну, я буду рисковать сейчас. Сохранением рублю. What the fuck? А, стоять. Чего? Как? Почему она внутрь не может войти? What? А почему она внутрь не может войти? Увидеть то же, что и я? Она не может войти внутрь? А что здесь такого? Почему она не может войти внутрь? Просто замечательно. Ладно, боеготовность встану. Или я могу выстрелить? Ну, выстрелю. Ну, минус один. Привет. Зря. Если ты попадешь в него. Промокнись. Я забыл, что он в боевой готовности. Ах ты, козел, а. Ну, а теперь пока. А теперь она может зайти. Я, честно, не понимаю, что за херня. Вы сами это видели. Ну, может, они заблокировали меня на один ход. Проход. Так. Снайпер должна мстить. Сто процентный критический выстрел. Пока. И снова удача. Окей. Это было достаточно быстро. И легко. Особенно, когда... Я пошел по крышам. Не, пока толстых врагов не пошло, все окей. С мелкими сражаться без проблем можно. Особенно этих тощих говнюков. Как их там называют? Помню, больших называют мутоны. Эти, как... Честно. Кратер. Ему дали прозвище. Кратер. What the fuck? Что за кратер, мать твою? Осколочная ракета. Специальный снаряд повышает урон. Залп на подавление позволяет вести по цели ответный огонь и снижает ее метрость на 30%. Специальный снаряд повышает урон противникам взрывная сила снижена. Но я даже не знаю. Может подавление все-таки? Да, я думаю, лучше подавление вкачать. Я понимаю. Достать живого лунатика было нелегко. Но это изменит весь ход наших исследований. Вообще так сложно. Капец. Мы наконец-то допросим пришельца. И потом, получив живую особь, мы лучше узнаем их физиологию. Я очень довольна. В изоляторе уже начали подготовительные работы. Да всем насрать. Сержант Макото Фуччи. Япония. Отряд XCOM помешал пришельцам. Теперь Саппоро в безопасности. Япония начинает успокаиваться. Окей. До связи, командир. Пошел вон, говнюк. Сдался ты мне. Чувак. Надо начинать подготовку к допросу. Пришелец, конечно, может посидеть какое-то время в изоляторе. Но я не знаю, как долго мы сможем его там держать. Дайте ему кошечку. Или клубочек. Может быть он... Может быть он киска. Так, нет текущих проектов. Потому что у меня бабла нет. Или потому что я просто нуб. У меня кто-то на броне такой дешевый. А ты такой дешевый. Не срань ты, блин, такая. Плевать. Оставлю 20 параграфов. Не знаю на что, но оставлю. Ладно, поехали. Дальше. Так, спутниковое наведение. Появилось это все в старое. Тверки эту систему при перехвате, чтобы мгновенно на небольшое время увеличить точность корабля. После этого использования модуль сгорит. Это все помню. Да просто кто это. Приоритет, окей. Я готов. Я здесь. Я... Мои боди is ready. His боди is ready to. Он такой... О боже мой. Таких больших вантузов у меня не было во всей моей инопланетной жизни. Он хотел сказать спасибо таким образом. Вау, у меня было 100... А, окей. Пока что состав некуда девать. О чем это я? Куда-то состав подевался. Что? Что? О да, лаборатория кибернетики, мать твою. И как здесь все ключит почему-то. Лаборатория кибернетики не начнется. Так, начать новое строительство. Солдатели, которые добровольно согласились стать бойцами МЭК, жертвуют многим. Но и получают они тоже многое. Бойцы МЭК для наиболее эффективных действий в киберкостюмах пройдут обучение по специальной методике с учетом их прошлого боевого опыта. Окей, давайте модифицируем. МЭК позволит нам создать механизированный экзоскелет-костюм, он же МЭК, и оснастить наших бойцов особыми интерфейсами, которые помогут активировать нано-костюмы на поле боя. Допустим, модифицирование невозможно, почему? Вулеву, да, будем бабу, бабу будем модифицировать. Рядовой Вулеву Квасан, бонус класса штурмовик, поглощающий броня, враги в радиусе четырех клеток наносят на 33% меньше урона. Класс солдат сменится на бойца МЭК, этот процесс необратим. А здесь что? Ближайшие ваши бойцы, находящиеся в укрытии, получают плюс 10 к защите. Оу! А это другое дело. Это то же самое. А здесь? Ближайший, видимо, враг получает минус 20 к меткости и не может нанести бойцу критический урон. Очень полезно, вообще капец. Для всех выставов, сделанных без перемещения, дается плюс 10 к меткости, плюс 10% шанса на критическое попадание. Окей, у меня, то есть, два тяжелых пехотинца, да? Еще Фуджи здесь. Ну, раз он такой... Не, я думаю, поддержка. Лучше кого-то модифицировать из поддержки. Мы проконсультируемся с доктором Вален относительно ампутаций и как можно скорее установим интерфейс киберкостюма. Так. Сейчас, сейчас. Надо его прокачать еще, эта куча. Где он? Качать его по другой ветке. И... Осколочная ракета. Да, осколочная ракета. Потом я поменяю имя. Хотя, толстяк. Неплохая... Неплохая крикуха, чувак. Подождите. То есть, у меня же не будет солдат, чтобы отправить их сейчас. Ох ты, ептите. Если сейчас еще кого-то отправлю, то я в течение... А, нет, у меня же есть новички. Че-то я туплю за так. Я подумал, что у меня некого будет отправлять на задание. Отправлю его. Выполнив необходимые ампутации, инженерная команда начнет внедрение интерфейсов киберкостюмов в костную структуру добровольца. Да, пусть будут две французские... Во? А, так еще и деньги нужны были. Твою мать, я не заметил. Ладно. Тогда после прихода бабла... Получено сообщение. Да-да-да, я крут. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. Думаю, вы понимаете. Да-да-да. Я знаю, я крут. Не забывайте, мы видим все. Надо поставить... Уже сейчас я готов утверждать, если бы пришельцы собирались захватить землю, мы не смогли бы их остановить. Полагаю, им нужно другое. Шеф, модули спутниковой связи загружены до предела. Я знаю. Нужно скорее построить... 5 энергии, 10 инженеров, чтобы можно было запускать новые спутники. Охереть. Даже инженеров не хватает. И что мне делать? Электростанция нужна. термогенератор. Недостаточно средств. И... Нужны точки выхода пара. Потрясающе. А, ничего не построил-то. Надо построить. Окей, теперь могу последнего модифицировать. Именно сейчас. Мы начинаем введение интерфейсов кибер-костюма, как только будут завершены требуемые ампутации. Здесь вроде... Ну, я еще возьму один комплект на броне, раз она такая дешевая стала. Затем спутник продам, будет 100 дополнительных параграфов. Как эти деньги нахер называются здесь? Здесь... Время останется, да? Твою мать, он будет делать со 20 дней. Я не успел его сделать. Потрясающе. Ну ладно, спутник в любом случае нужен. Так что, надо сохраниться. Вот та... Я сохранился, нет? Да, я сохранился. И в нем продолжить. А, сегодня 1 апреля, день дураков. Надо кого-нибудь разыграть. Вот, спустите его в эту дыру. Будет клево.